Прямо сейчас он с нами на прямой спутниковой связи. Михаил, здравствуйте. Спасибо большое, что присоединились. Очень рада вас видеть. Добрый вечер. И хочу сказать, с нами сейчас в студии Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Украины. Мы обсуждаем разные пути для Украины. Добрый вечер, господин президент. Добрый вечер. Скажите, а я не знаю, вы точно нас не видели и не видите, но может быть вы сюжет хоть чуть-чуть слышали. Мы говорили о разных путях для Украины, в том числе и о грузинском пути. Слышал ее, Володю, слышал абсолютно. Скажите, а есть ли у вас вот эта ассоциация, что Крым и Донбасс, это как Абхазия и Осетия. Насколько корректно так сравнивать? Во-первых, ситуация разная в том смысле, что мы страны по разной территории. В 2008 году российские войска шли на Тбилиси, им был час езды от границы. Украина намного побольше, Украина намного многочисленнее. То есть это не сравнить территориально чисто. А что касается действий России, они абсолютно одинаковые и есть штамп действий. То есть недавно Путин заявил на заседании в Валдайском совещании в Сочи иностранцам, что он тигр тайги, значит, и это у него лес, это тайга, и он там будет охотиться, и чтобы больше туда никто не совался. А он сам не пойдет в другие климатические зоны. Но если эту речь проанализировать, не просто он одинаково действует на всем постсоветском пространстве, как он заявляет, но это речь один к одному, просто параллельно с речью Гитлера, то есть посланием Гитлера Чемберлену за 9 дней до начала Первой и Второй мировой войны. Точно так же тогда сказал, что я в ваши дела не вмешиваюсь, я хотел с вами наладить отношения, но тогда обращался к Англии, сейчас Путин обращался к Америке, но вот вы это не оценили, вы вторглись в мое пространство, а на моем пространстве я буду защищать свои интересы. Ну тут он добавил Тигра, если у Тигра, то мы, значит, для него какие-то там тушканчики, которых он должен просто прокладывать время от времени. Вы знаете, мы вот вместе с Владимиром Грозным нам сюжет смотрели и обратили внимание, что тогда Russia Today, рассказывая о событиях в вашей стране, махлевало с картинкой, то же самое происходит и сейчас. То есть такое ощущение, что вот просто один сценарий. Они показывали, например, сейчас картинку грузинских разбавленных в горе, где они погибли, минные граждане, и показали гражданку, которая погибла, и они сказали, что это жительница Донбасса, которая убила украинская артиллерия. И это, то есть абсолютно это повторяется, у них методы не меняются. И, конечно, этот человек очень опасен, он вооружен, но, с другой стороны, я думаю, что у нее абсолютно правильно сказал Владимир, что Украина будет иметь свой путь. Это путь строительства современных государств. Мы пошли по этому пути, потому у Путина не вышло разрушить нашу государственность. Мы после как раз всех этих событий в 2008 году очень быстрыми темпами... Скажите, а сколько может занять этот путь? И вот ваш совет, а что делать Украине? Есть страшный опыт Грузии, есть вот эта незаживающая рана. Что делать Украине, чтобы справиться, может быть, используя ваши советы, опыт вашей страны? Во-первых, я хочу сказать, что милошевизация Путина уже произошла. То есть Запад принял цивилизованное решение, что там Путину не место. Это будет принимать разные формы. Во-первых, нефть сейчас меньше 80, около 80 долларов, меньше 80. Российский бюджет построен на 100 долларов. Я сейчас в Америке, и сюда массово бегут россияне, и не только богатые, но и россияне среднего класса. Да все россияне, все хотят оттуда уехать. И я думаю, что у него большая проблема. Он борется за выживание внутри России своими агрессивными действиями. И я думаю, что в той ситуации, когда республиканцы пришли, взяли большинство сенатов. То есть с 7 января, допустим, комитет по вооружениям американского сената будет возглавлять Джон Маккейн. Когда меня ввели персоны Анонграда, и меня вытворили из Украины при Януковиче, когда я выступал на Майдане. Я как раз его попросил, он приехал, и потом много раз приезжал. Он друг Украины. Я думаю, что будет помощь по всем линиям. По экономическим, по военной линии и по политической. Но просто сейчас надо продержаться. И этому медвежью или тигру не надо мясо кидать. И все время, как вы его успокаиваете с мясом, я думаю, что это прекрасно понимает руководство. Михаил, простите, прерву вас. Спасибо огромное.